Добрый день! В эфире 12 канала Час новостей в студии Юлия Комарова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Достоверная и безоговорочная победа. Избирательные участки закрыты и уже известно имя нового главы региона. Окончательные итоги выборов в Омской области. Как прошел двухдневный избирательный марафон. Биологическая атака на домашних питомцев. Местные жители также обходят это место стороной. До сих пор непонятно, что за вещество было рассыпано в траве. Отравлено сразу несколько животных. А мечи устроили охоту на докхантера и были весьма удивлены. Большие гастроли омских артистов. Такая штука магическая, мне кажется, когда в спектакле совпадает все. Актеры театра драмы блистают на сцене в северной столице. Ни одного поражения. Есть зачем работать, так скажу, еще. Могу еще лучше, да. И требовать себя еще лучше, чтобы лучше еще играл. И, конечно, партнеры помогают. Авангард сегодня сразится с Амуром. Смогут ли ястребы продлить победную серию? Безоговорочным лидером двухдневного избирательного марафона стал Виталий Хаценко. Он набрал больше 76%. Цифры сегодня озвучили в областном избиркоме. За Виталия Хаценко проголосовало почти 400 тысяч мячей. Более подробно об итогах выборов расскажет моя коллега Ангелина Рунова. Избирательные участки закрыты и уже известно имя нового главы региона. Безоговорочным лидером голосования, следовательно, губернатором Омской области стал Виталий Павлович Хаценко. Кандидат от партии «Единая Россия». Я напомню, что на эту должность претендовали сразу 4 человека. Как распределились голоса избирателей, рассказал глава обл. избиркома Иван Александрович Ходоков. Предлагаю послушать. Более 76% избирателей проголосовали за Виталия Павловича Хаценко. Около 10% отдали предпочтение Андрею Анатольевичу Алёхину. 6% избирателей выразили предпочтение Владимиру Борисовичу Казанину. И Максиму Игоревичу Макаленко доверили свои голоса более 4,5% избирателей. И результаты, которые на сегодняшний момент получила избирательная комиссия, они достоверны. Я напомню, что всего в этом году на территории региона было открыто 1730 избирательных участков, напечатано полтора миллиона бюллетеней. У Амичей была возможность выразить свою активную гражданскую позицию в течение двух дней, в субботу и воскресенье с 8 утра и до 8 часов вечера. Такой двухдневный формат голосования был принят специально для удобства граждан, чтобы каждый желающий поучаствовать в решении будущего региона имел возможность в спокойной обстановке, без спешки взвесить все за и против, отдать предпочтение тому или иному кандидату и грамотно заполнить бюллетень. Я отмечу, что избирательные участки открывались не только на традиционных пространствах, но также в труднодоступных территориях и даже в спецучреждениях. Например, в больницах, в частности в КМХЦ. Кроме того, один из избирательных участков был открыт и на территории следственного изолятора, в результате чего амичи, которые в данный момент находятся под следствием или ожидают приговора, тоже смогли почувствовать себя законопослушными гражданами и выразить активную гражданскую позицию. Но для тех, кто по состоянию здоровья не смог самостоятельно добраться до избирательных участков, работали выездные бригады. Члены избирательных комиссий выезжали на дом, привозили с собой переносные урны и документацию. И поэтому все желающие, все амичи, которые хотели поучаствовать в решении будущего региона, имели такую возможность. Огромное внимание уделялось вопросу безопасности, чистоте выборов и сохранности бюллетеней. На участках велось видеонаблюдение, работали общественные деятели, политические эксперты. Что касается общественников, в этот раз их было порядка 4 тысяч человек. И, как сегодня стало известно, голосование прошло в штатном режиме без сбоев и эксцессов. Предлагаю послушать мнение специалиста. Действительно, ни от одного общественного наблюдателя с избирательного участка в общественный штаб, в центр, так сказать, боевой работы общественного наблюдения не поступало. Об этом свидетельствует не только информация из мест в Омске, но об этом свидетельствует информация, которая, как правило, поступала к нам из Москвы, с различных карт, которые наполнены были сведениями по стране о различного рода нарушениях, проходящих или имеющих место на выборах в других регионах. В течение двух дней политические деятели, общественные наблюдатели обрабатывали огромный поток данных, изучили информацию из 32 районов области и пяти округов Омска. И по последним данным в голосовании приняло участие больше полумиллиона человек. И большинством голосов губернатором Омской области, повторюсь, стал Виталий Павлович Хаценко. Англия Рунова, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. И с победой на выборах губернатора Виталия Хаценко поздравил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе. Сегодня Анатолий Сирышев в режиме видеоконференции принял участие в межрегиональном совещании с главами регионов. С учетом предварительных результатов голосования, полпред поздравил с победой высших должностных лиц, в числе которых и Виталий Хаценко. В своем обращении он в частности сказал, цитирую, «Заданный вами курс на развитие поддержан населением. Желаю успехов и эффективной работы на благо регионов и всей России». Конец цитаты. Также Анатолий Сирышев подчеркнул, что в последние месяцы особенно ярко проявилась сплоченность губернаторского корпуса Сибири при решении важных для округа вопросов. В свою очередь Виталий Хаценко обратился к Амичаму. Он поблагодарил всех жителей региона, кто пришел на избирательные участки в единый день голосования 9 и 10 сентября и принял участие на выборах. Искреннее спасибо всем, кто поддержал и отдал свой голос за будущее Омской области. Спасибо всем, кто приходил на встречи в районах и в округах города Омска. Ваши вопросы и предложения очень помогли мне понять, чем живет наш регион, что нам нужно для его развития и процветания. Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за поддержку и оказанное доверие. Работать на благо Омской области омичей будем много. Своими мыслями об итогах голосования поделились и Омичи. Как оказалось, подавляющее большинство следили за результатами избирательной кампании еще с вечера и с удовлетворением прочитали новость о победе кандидата от партии «Единая Россия». В ходе опроса жители города рассказали, почему отдали предпочтение. Виталию Хаценко перечислили, какими конкретно действиями он завоевал доверие. Также Омичи подчеркивают, уверены, при новом главе наша область делает ощутимый рывок вперед. За Хаценко. А почему? Ну, потому что я считаю, что это лидер. То есть, однозначно, во-первых, он был выдвинут Путиным. А почему? А потому что он стал наводить порядок. Он стал убирать тех людей, которые не работают, а просто сидят власти. Извините, у нас уже Омск был похож на губернию, на самую заброшенную. А сейчас хоть что-то сдвинулось, к мертвой точке. И это очень хорошо. Рекомендация еще и от самого Путина. А Путин – это наш президент. Плохой он не желает. Да, плохой он как-то не желает. Да, и молодой, энергичный. Я думаю, что у него хватит сил привести, в конце концов, город в порядок. За исполняющего обязанности. За Хаценко. А почему? Почему он? Ну, потому что он работал на ответственной должности. У него есть опыт. Он молодой, энергичный. За Хаценко. А почему? Чем себя зарекомендовал? Что понравилось? Ну, нравится, что активный очень. Новый человек, интересные идеи, интересные против предложений по области и по городу. Как считаете, ему хватит опыта? Он же молодой. Мы будем надеяться. Мы всегда надеемся на лучшее. Выбрал верный курс и одержал уверенную победу. Так охарактеризовал избирательную кампанию Виталия Хаценко председатель регионального ЗАГС Собрания Александр Артемов. Напомню, что Омскую область Виталий Хаценко возглавил меньше полугода назад, но за пять месяцев успел вникнуть в перечень проблем. И, как отметил Александр Артемов, он выбрал грамотную стратегию для развития региона, чем и заслужил доверие мячей. По мнению эксперта среди заслуг Виталия Хаценко, стоит отдельно выделить активное взаимодействие с федеральным центром, что, безусловно, идет на благо нашей Омской области. А также курс на модернизацию производства и систем образования и здравоохранения. Эти вопросы Виталий Хаценко пообещал взять на личный контроль. Виталий Хаценко, который показал в первые же буквально месяцы, кстати, компания была очень скоротечна, такого у нас еще не было. Деланы уже первые шаги, и мы очень надеемся, что вот сейчас, с того момента, когда уже официально вступает в должность Виталий Хаценко, активность еще более увеличится. Конечно, мы не можем не заметить очень активной работы с федеральным центром. Я не говорю уже о встрече с президентом, я вообще, в принципе, говорю о работе с правительством Российской Федерации. Практически по всем направлениям эта работа идет. Очень надеемся тоже на то, что она будет продолжена, и дивиденды от этой работы мы тоже уже получаем. В целом, омские лидеры общественного мнения склонны характеризовать Виталия Хаценко как внимательного и небезразличного к запросам населения, что он показал еще на стадии знакомства с регионом. По итогам выборов 2023 года, ожидаемо, мы надеялись, что амичи поддержат кандидатуру молодого, яркого, инициативного и ответственного кандидата. Собственно, так и получилось, и большинством голосов победил Виталий Павлович Хаценко. Стало, конечно, ожидаемо, что муниципальные районы Омской области активно поддержат избирательную кампанию. Нынешнюю двухдневную кампанию можно назвать выборами без границ. Даже в зоне СВ Омские бойцы смогли отдать свои голоса за будущее малой родины. Свой выбор делали и пациенты больницы, и те, кто сейчас пребывает в следственном изоляторе. Инвалиды голосовали на дому, ну а в Азово выборы превратились в настоящий праздник с многонациональным колоритом, потому что совпали с проведением Дня урожая. Как голосовал регион, расскажет Денис Жарков. Для похода на свой избирательный участок молодая семья Дмитрия и Анны Коротковых выбрала воскресный день 10 сентября. Оба работают в молодежных организациях, живут на Левобережье и голосуют в школе на бульваре архитекторов. Растят двоих детей. Миша три года, Кире восемь месяцев. В выходные дни семья не расстается и на отдых, и на выборы всюду вместе. Считаем, что выборы это та возможность человека, которая дает ему шанс повлиять на судьбу города, на судьбу региона и на судьбу страны в целом. Мы голосуем всегда за тех людей, которые близки к молодежи, которые считают, что молодежь это будущее страны, и за тех людей, которые считают, что власть должна быть лицом к народу. Пока для одних выборы дело привычное, для других события волнительные. Голосуют впервые. Так, для юной жительницы Тары этот шаг серьезный и ответственный. Ну, ощущения такие вот непростые. То есть, первый раз все-таки как-то тяжело, непривычно это все. Я голосовала за наш регион, чтобы он развивался, чтобы много чего хорошего появилось еще больше. Участие в выборах приняли и мячи, которые сейчас на спецоперации. Сделали это прямо на передовой. Все мячи отлились очень ответственно к выбору будущего губернатора. Сейчас в присутствии председателя комиссии и секретаря комиссии начнем пересчет бюллетеней. Для мячей, которые не могли явиться на участке лично, работали выездные бригады. В Ключевском сельском поселении премьер активной гражданской позиции показали паралимпийцы Александра и Елена Шагаевские. Они регулярно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях по гонкам на колясках. Выборы никогда не пропускают, считают своим долгом. Голосуем мы за будущее, за свое, за наших детей, чтобы город развивался, инфраструктура. Что еще могу сказать? Доступная среда, чтобы развивалась. Свобода выбора есть даже под стражей. Необычный участок развернули на территории следственного изолятора для оступившихся мячей. Наши избиратели сегодняшние – это лица, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. Дела, по которым еще ведутся на уровне следствия, либо судебного разбирательства. Участвуют в голосовании лица от 18 лет до максимально возможного возраста. В Азово сразу два праздника – выборы и День урожая. На избирательных участках можно увидеть все культурное разнообразие поселка. Скромные казахские, пестрые, русские и строгие немецкие наряды. Их обладатели объединяет одно – желание сделать свой выбор. Настроение у нас праздничное, потому что с утра перед мероприятием мы зашли на избирательный участок, сделали свой выбор, задали новый старт на пять лет и выбрали свое будущее. А после того, как сделали выбор, можно и отпраздновать. Народные гуляния прошли с размахом не только в Азово, но также и в других районах области и в Омске. С песнями, танцами и веселыми дружными хороводами. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Десятки тысяч людей, которым сегодня нужна наша помощь. Люди, которые принесли какие-то онкологические заболевания, это люди после химиотерапии, это дети с лейкемией, участники специальной военной операции. В Омске стартовала акция «Давай вступай». Таким образом, организаторы хотят пополнить ряды доноров костного мозга. Процедура забора биоматериала похожа на обычную сдачу крови. Медики объясняют, требуется не сам костный мозг, а лишь клетки, которые он вырабатывает. Насколько остро стоит нехватка доноров в нашем регионе, как много омичей нуждаются в спасительных клетках и как протянуть руку помощи, в 19.30 расскажет Денис Жарков. От ядовитого соседства пострадало уже несколько домашних животных. Настоящая детективная история разыгралась в нефтяниках. Жильцы одной из многоэтажек на улице Заозерное уверены, их питомцев пытаются отравить. К такому выводу омичи пришли после того, как сразу несколько животных попали в ветклинику с одинаковыми симптомами. Ну а в траве у дома нашли неизвестное вещество. Чтобы выяснить правду, люди устроили засаду на докхантеров, а поймали соседку. Все подробности у Анастасии Донец. У меня собака помрет, вы будете за это отвечать. Это видео сняла жительница нефтяников Вера Леонова. По словам девушки, на кадрах ее соседка раскидывает в траве у дома отраву для собак. Раньше она несколько раз угрожала убить домашних питомцев, которых выгуливают под окнами. И, видимо, перешла от слов к делу. Очевидцы странной ночной прогулки попытались остановить женщину и вызвали полицию. Это что-то щелочное, так как оно в промежуток, пока мы ожидали полицию, стало кристаллизироваться и распадаться соответственно. На руках это вещество, если его растирать, то руки горят. Выйти в ночной дозор местные жители решили после того, как сразу несколько домашних животных попали в ветклинику с одинаковыми симптомами. Первые признаки недомогания появились сразу после утренней прогулки. Скорее всего, и он у меня тоже здесь отравился. Помимо него еще такие же случаи у четырех были в один и тот же момент. Он у нас перестал есть, его урвало. А потом выяснилось, что тоже видели, что здесь было чем-то обсыпано белым. В итоге дорогостоящее лечение, бессонная ночь рядом с любимыми питомцами и, по словам хозяев собак, один диагноз на всех. Тяжелая интоксикация. С тех пор, как женщина рассыпала за домом порошок, здесь не только перестали выгуливать собак. Местные жители также обходят это место стороной. Ведь до сих пор непонятно, что за вещество было рассыпано в траве и не опасно ли оно для людей. Чем вызван гнев соседке, тоже неизвестно. Хозяева животных говорят, санитарные нормы соблюдают. После каждой прогулки убирают за собаками. Крупных или бойцовских пород, которые бы могли напугать или потревожить громким лаем, в доме нет. Чтобы прояснить ситуацию, мы отправились к главной героине ночного ролика. Но дверь никто нам не открыл. Впрочем, по словам зоозащитников, если связь между отравлением собак и веществом в траве будет установлена, а мечке грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. На мой взгляд, здесь может усматриваться два состава преступления. Жестокое обращение с животными и умышленное уничтожение чужого имущества. Если я правильно понял, то у некоторых собак уже есть признаки отравления. Как нам стало известно, полицейским женщина рассказала, что рассыпала у дома муку. Зачем, непонятно. Ведь в списке полезных удобрений такой компонент не значится. Хозяева животных готовы идти до конца. Сейчас они собирают документы для подачи заявления в прокуратуру и суд. Образцы вещества, обнаруженного в траве, в ближайшее время отправят на экспертизу. Анастасия Донец, Павел Манжос, 12 канал. Омская труппа открыла гастроли на сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Актеры омской драмы представили спектакль «Время женщин». Это сценическая версия Алексея Крикливого. С 2013 года постановка собирает полные залы. Гастроли о мече продлятся до 21 сентября. За это время они представят жителям культурной столицы 12 спектаклей. Свидрыгайлов, Сныр, Метаж, Гринхольм, Метод Гринхольма и другие. Добавлю, что гастроли в Санкт-Петербурге проходят в рамках празднования 150-летия Омского театра драмы. И постановка «Время женщин» вызвала овации у питерского зрителя. Такая штука магическая, мне кажется, когда в спектакле совпадает все. Ну то есть художник, режиссер, распределение актеров. Ну то есть вот такое ощущение, что только они и только так может быть создан этот спектакль. Ну как бы для меня, вот если я там смотрю какой-то спектакль, это как высшая точка. Ну то есть я смотрю спектакль, неважно, я видел его пять раз, допустим, Евгения Онегина, постановки в пяти. Но бывает ты смотришь, думаешь, все, только вот так. По-другому никак. Омичам предлагают помочь сохранить подвиги героев. Музей воинской славы готовят к открытию экспозицию «Донбасс в огне. СВО. Связь времен», посвященную специальной военной операции. Омичи смогут увидеть форму мобилизованного, фотографии, трофейные предметы. Также представят экспонаты, которые передали волонтеры. Например, хокопные свечи, маскировочные сети и письма бойцам. Экспозиция откроется в Музее воинской славы в конце сентября и продлится до февраля следующего года. Сейчас здесь открыт сбор экспонатов. Омичам предлагают принять нам участие. Принести вещи, связанные с СВО, можно с 10 утра и до 6 часов вечера. Ну а узнать дополнительную информацию также можно по телефону 23-85-50. Мы обращаемся к жителям нашего города и жителям Омской области. Помочь нам в формировании материалов, касаемых СВО. Приносить вещи, приносить наградные листы, в том числе трофейные вещи, для формирования новых архивных данных. Действительно, на данный момент у нас не так их много, но мы будем благодарны всем абсолютно за помощь в формировании новой выставки. Только Омск и только победа. Авангард сегодня сыграет на G-Drive-арене четвертый матч своей домашней серии на старте сезона в 19.30 с Амуром. И 12 канал проведет прямую трансляцию. Лишь две команды в КХЛ пока не протерпели ни одного поражения. На западе это торпеда из Нижнего Новгорода, ну а на востоке наш авангард. У Ястребов три победы подряд. В игре против Бориса омская команда долгое время уступала в счете 0-1. Но затем новобранцы этого сезона переломили ход игры в пользу омской команды. Гераськин забил в контратаке, а Шулак броском от синилинии. Все точки над «и» в этой встрече расставил самый звездный игрок авангарда Владимир Ткачев. Он забил сам, а потом помог отличиться Райану Спунеру, поразившему пустые ворота. Победа 4-1. Причем сам Ткачев, пропустивший предсезонную подготовку, считает, что пока играет не больше, чем на 60% от уровня своего мастерства. Есть зачем работать, так скажу еще. То есть не до конца я себя в хорошем форме еще чувствую. Так что могу еще лучше, да. И требовать себя еще лучше, чтобы лучше еще играл. И, конечно, партнеры помогают. Вот, а так команда, в принципе, хорошо приняла, все отлично. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также и вы можете предложить свои новости им, прислать их нам по электронной почте, или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Температура воздуха ночью 8-10, днем 10-12 градусов тепла. В районах переменной облачности возможны осадки. Ночная температура 7-8, днем 9-10 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. И атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск смотрите в перерыве хоккейного матча. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok